Девушки отдыхают... Итак, к нам приехал преподаватель Донецкого вуза, который пошел на встречу с 14-летней девочкой и угодил в руки антипедофилов. Они его назвали педофилом и прославили на весь Донецк. Владимир, спасибо, что вы сегодня здесь. Зачем вы пошли на встречу с 14-летней девочкой? Это была переписка, баловство, причем без сначала даже моего участия. Как это без вашего участия? Это были мои друзья. Зашли на сайт именно знакомств, этот секс-знакомств. Начали баловаться. А почему начали баловаться именно с перепиской с 14-летней девочкой? А никто даже не обращал внимания. Сначала написали какому-то другому лицу, там, ответа не было. Вот она оказалась онлайн. Даже никто не посмотрел сначала, там, сколько ей лет. Но давайте все-таки сейчас обратим внимание на экран, друзья. Посмотрим на страницу в социальной сети той самой девочки, с которой вы переписывались. Четко указан год рождения, 99-й. Ну и, собственно, по фото, наверное, тоже можно предположить, что девочка эта несовершеннолетняя. Это ваша переписка, Володь? Да, это писалось от моего имени. То есть это вы писали вот эти слова? Нет. Я уже это сказал, что это не я писал. То есть эти слова писали ваши друзья? Нет. Я прочитал потом это, конечно. Это писали ваши друзья? Да. Если переписку вели ваши друзья, то почему на встречу пошли вы? Потому что в конце переписки я захотел пообщаться с этой девочкой. Я взял ее телефон и пытался по телефону как-то разговор. Но меня только сразу провоцировали на встречу. Все. Мне не получилось поговорить с ним. А о чем вы хотели говорить-то все-таки с 14-летним подростком? Даже по телефону мне показалось, что это не 14-летняя девочка. Все-таки о чем же вы хотели действительно говорить с 14-летним подростком, девочкой? О том, что я ей написал. Я ей просил, дай телефон родителей. И я с ними поговорю об этом. Зачем? Об этом. О чем? Зачем она там общается? Вы что, миссионер? Я работаю в УЗИ. Я работаю с молодежью. Я работаю в том числе и агентирую молодежь для поступления в УЗИ. Мне интересно их мировоззрение. То есть вы хотели помочь девочке и спасти ее от возможных маньяков-извращенцев, которых она могла встретить на этом сайте знакомств? Нет, причем тут это. А что, о чем вы хотели все-таки поговорить с 14-летним подростком? Я собирался встретиться в общественном месте с ней. На виду. Не где-то там в темном переулке. А зачем встречаться? Пообщаться. А о чем? Общаться с молодежью. О чем? В том числе и, может быть, собирается Лена поступать. Давайте послушаем, как вы тогда, когда вас поймали, объяснили вот это вот свое желание встретиться с 14-летней девочкой. Внимание на экран. Ну, я много с кем переписываю. Ну, а смысл тогда? А, то есть, скажем так, это, ну, развлечение такое. То есть, это не первый ребенок, да? Рассказывать про лучше. А зачем рассказывать 14-летней девочке, что у тебя были партнерши 18-летнего возраста? Что это ты самая молоденькая у меня сейчас? Ну, вот интересно просто. Парадокс, не правда ли? Ты сам его навязывал, но сам его поддерживал. И зачем наводить девочке вопрос, что ты девственница спрашиваешь ее, если она просто хочет поспределиться? Мало ли. Когда я в этом возрасте, у нас половина класса уже были неизвестны. Смотрите, 14-летний, может быть, совершенно раз. Я его просто так. Тоже был в таком возрасте и знаю. То есть, 10-14 лет этого не хватает. Перепуганная, там, дай бог ее поцелуют, а другие такие, что уже половина. Я не буду переписываться с маленькими, несовершенными летними девочками. И не буду их разрешать по интернету. А что было после того, как вот вы пришли на встречу, что было дальше? Кого вы там встретили? Встретил группу организованную, молодых людей. Сколько их было? Около 10 человек. Как они появились? Вы увидели эту 14-летнюю девочку, подошли к ней и сразу же подбежала... Никакой 14-летней девочки не было. Так. И даже в процессе разговора... Так. В процессе разговора один признался из них, что это я писал. А, то есть... Мальчик. И возникает у меня вопрос вообще, кто ненормальный. Тот ли, который там, секс-знакомств, или тот, который мальчик, сидит и общается с мужиками. То есть получается, что от имени этой девочки, 14-летней, с вами переписку вел парнишка. Парнишка. Ага. Встречайте, пожалуйста, активисты донецкой организации «Белый волк» Даниэль Шамотава и Павел Слонский. Здравствуйте. Итак, почему вы считаете, что Владимир все-таки педофил? Когда Владимир пришел к нам на встречу, он ясно, понятно сказал, что он вел эту переписку сам, он хотел поговорить с девочкой о поступлении в ВУЗ, он придумывал совершенно нелепую историю. А вы сами все-таки вели эту переписку, или это делали ваши друзья, Володь? На самом деле, я просто, естественно, прочитал содержание этой переписки. А ты не мог написать, что ты пришел там поговорить о поступлении в ВУЗ, что это все прикол, нельзя было это сразу сказать? Ты с ней созвонился, ты пришел, а теперь оказывается, ты невиновен и все. Как сразу? Кому сказать? Ну, девочке, кому сказать? А мне по телефону с ней не удалось даже разговаривать. Да перебить ее, сказать, алло, да это все прикол, алло, ты не поняла. Типа, это там друзья переписки, забыла так сказать. Давай завтра встретимся, ну все, все. Этот человек разговаривал по телефону с девочкой, этот человек писал эту переписку. Я совершенно уверен, что это был именно он. Ты уверен? Я уверен. А почему ты свою уверенность распространяешь? Молодой человек, потому что я знаю, что вы лично писали мне в сообщении. Молодой человек, вы знаете, вот когда вы хотите куда-то идти, вас окружает 6-7 человек, и не дают вам передвигаться, это называется ограничение свободы, и это есть статья в уголовном кодексе. Понимаете, да? Вы не имеете права ограничивать кого-либо в движении, куда он хочет пойти. То есть фактически вы нарушили закон. Но я поддерживаю ваше начинание, как бы нормальное. Но до поры до времени, вы когда переступаете закон, вы сами становитесь преступниками. Но по сути мы особо законно не переступили. Но понимаете, мы возле... Понимаете, это будете прокурору объяснять. На сегодняшний день, по сути тоже, ребят, вы делаете незаконно, он тоже делает незаконно. Но его край незаконности она менее, чем у вас. Чем вы отличаетесь? Вы это делаете в группе лиц. И здесь есть проблема, которая называется, что общество изначально реагирует на вас, а потом начинает становиться против вас. Как было вот здесь вот аплодисментами за то, что вот вы неправильно делали, ограничили свободу и так далее. Вот это есть проблема. Можно я задам тогда вопрос? Перед началом фильмки мы предлагали Владимиру два варианта. Либо мы снимаем его на камеру. Послушайте меня, кто вы такой, чтобы предлагать? Предлагать. Снимаем на видео. Кто ты? Милиция, секундочку, прокурор, судья, кто? Общественная организация. Секундочку. Я возглавляю общественную организацию, да? Я не имею права вам требовать что-то незаконное. Вы понимаете? Вы правильно делаете. Вас поддерживают родители, у которых дети, да, несовершеннолетние. Я в том числе. Ну, до поры до времени. На самом деле, вот, я поддерживаю коллегу своего о том, что ребята действительно ограничивают свободу этого человека. Они это делают правильно. Идея хорошая. Только я хотел бы, чтобы это была идея, а не бизнес. Потому что есть случаи. Вот этот человек, он сейчас в студии сидит, а 25 заплатила по там, какие-то тысячи долларов, да? Поэтому, ребята, самая главная идея. Вот. Человек предлагал нам сотрудничество, мы отказались. Именно, да. Во время этого сотрудничества мне предлагали купить флешку с видео. Что я тебе сказал? Какую флешку, с чем? С видео. Я с ними просто после уже связался, просил убрать это видео. Они говорят, давай встретимся, приезжай. Я приехал, там уже было их меньше. Ну, они мне намекнули, может, ты хочешь купить это видео у нас на флешечке? Я так и спросил, сколько вы хотите? Ну, они что-то замолчали. Значит, а вы предлагали все-таки, ребята, выкупить это видео? А? Это была просто глупость определенного человека. То есть этого не было? Это была определенная глупость определенного человека, на что я сразу же мгновенно сказал, то, что этого не будет. Мы не будем ничего ему продавать, и видео останется в сети. Я сейчас могу показать переписку с Владимиром. Вот она. Давайте, давайте. И почитайте. Давайте, почитайте. Сейчас я зайду. А можно, чтобы независимый почитал, а не заинтересованный лицом? Нет, нет вопросов. Читайте. А давайте спросим, какая идея у вас? Ну, идея, чтобы оградить общество, вот понимаете, от таких, как он. Ну, по нему просто даже видно, что он, понимаете, ну, вот, понимаете, вот такие вот, как приходят 50 лет, мужчины, на мальчиков отловили, понимаете. Ну, как так можно? Я не понимаю. Слушайте, а вот почему вы с этим начали заниматься? Вы были жертвами педофилов, ваши родные были жертвами педофилов. Это получилось все случайно. У нашего, ну, знакомого друга есть младшая сестра. Ей 13 лет, и начал писать мужчина, ну, там, 30 лет. Начал настаивать на встрече, предлагал секс, мол, давай встретимся, там, я тебе сделаю то, ну, там, коннилингус и все такое. Вот. Нам вдруг об этом рассказал, но мы решили с ним встретиться. Ну, место, место девочки. Вы пришли. Можно? Кто хочет зачитать? Вот. Мы пришли, объяснили ему, мы с ним, ну, разъясните, он беседу провели, сказали, ты понимаешь, что ты делаешь, мы тебя сейчас можем сдать просто. Он сказал, нет, нет, такого больше не будет, и все. Ну, и после этого мы решили создать такую организацию по борьбе. А, то есть, произошло сговор действием, да? То есть, по ситуации произошло? Ну, да, по ситуации. По ситуации. Вот, была такая вот, ну, да, спонтанная. А что вы сделали вот с тем товарищем, который над маленькой сестренкой-то? Ничего, мы с ним поговорили, как бы его никто не трогал, ну, там смысла нет, а там пришел на такое тоже. Мы сказали, ну, еще раз. Не писал больше? Нет, да, ну, там, он удалил страницу. Так, все-таки давайте разберемся, был факт предложения продажи этого видео или нет? Что вы там вычитали? По крайней мере, то, что я вычитал здесь языком оригинала. Даниэль, ты о чем разговор? 18 лет разницы, когда они родились, ты уже баб трогал, потому что они бабла сбить с тебя хотели. Даниэль, вопрос. Ваша организация, не было случая ни разу, повторяю, нас снимают, на всю Украину покажут, документируют. Не было. Не было случая, когда вы брали деньги или продавали? Не было, ни одного случая не было. Точно? Брали. Как вы можете говорить, если откуда вы просите, то, что вы брали деньги от кого-то? Даниэль, вопрос, я задал вопрос. Каждый второй. Вопрос. Нет, не брали. У вас не было? Нет. А почему такое было предположение, что кто-то хотел бабки? Было пять человек на разговоре с Владимиром. Так. Поступило от одного человека такое предложение. А где он сейчас? Я не знаю, серьезное оно было, несерьезное. Он с вами работает вообще с организацией? Да, он с нами. С нашей организацией. А почему вы его не выгнали? Я сразу же ответил Владимиру, что никаких денег мы от него брать не будем. И сотрудничество нас не интересует. Ребята, в основном будущее помните, что вас могут теперь заявить. Задокументировать вот с другой стороны. Вам подкинуть вот такую провокацию. Кстати, да. Значит, кем вам приходится Елена, с которой вы сюда приехали? Девушка моя. Ну, выходите туда, будете поддерживать. Не хотите туда выходить? Почему? А почему вы не хотите поддержать своего молодого человека? Держите. Как давно вы вместе, Елена? Около полгода. Полгода вы вместе. Скажите, вы были в курсе вот этого скандала? Вы знали о том, что Володя переписывался с 14-летней девочкой? Да, я видела эту переписку. То есть, все время, пока он переписывался, вы были в курсе? Да. Потому что у меня есть доступ к его аккаунту, и я смотрю, чем он занимается. А вы тоже в этой переписке участвует? Нет, не участвовала. Я за ним слежу. Как интересно, вот, Наташ, о чем это вот может говорить, как Лена отсела на приличное расстояние от Володи? О чем это, кстати, может говорить? Это говорит о том, что Лена не хочет, конечно же, принимать участие в том, что натворил наш главный герой. Когда вы увидели вот эту переписку, эту девочку, а потом читали переписку, ведь ее читали? Ну, я не все читала, так, фрагментами. Ну, читали? Да, чуть-чуть. Ничего вас не смутило там? Конечно, смутило, я ругалась на него. Что вы сказали? Я сказала ему, я найду ее родителей, скажу, что ты такое пишешь, но он говорит, это не я, я, ну, поверила ему, ну, и сказала, больше не делай этого. Напиши этой девочке, что ты не хочешь с ней общаться, и что ты считаешь, что ее родители неправильно ее воспитали, и в том духе. Он это написал, ну, как он говорил. Ну, он вас не послушал, он не удалил, но, наоборот, оставил ей телефон, а потом даже еще и на встречу пошел. Это было до этого, телефон был до этого. А потом еще и на встречу пошел. Ну, да, но я о встрече не знала. А как вы думаете, зачем он пошел все-таки на встречу? Ну, знаете, любопытство, может, какое. Я не думаю, что он пошел заниматься чем-то с этой девочкой. Скажите, пожалуйста, а вот парни, по-вашему, правильно сделали? Нет. Почему? Ну, я смотрела на этом сайте другие видео, там действительно есть ненормальные люди, но большинство тех, кого они поймали, это просто мужчины, которые поддались на провокации. Это мое мнение. А нормальный мужчина, взрослый, здравомыслящий, поддастся на провокации 14-летней девочке, ребенка, по сути? Ребята, просто занимаются профилактикой. Нет, не подастся, я считаю, что это нормальным. Я всегда говорю. Ну, послушайте, вы взрослая, мадам, вы сама ему порекомендовали, напиши этой девочке, что не надо общаться, и это сделал бы любой здравомыслящий человек. Взрослый мужчина никогда в жизни не подастся на провокацию ребенка и не пойдет навстречу несовершеннолетней девочке. Подождите, ну, перед тем, как его обучаться обвинять, давайте, в первую очередь, обратим внимание на тот поступок, что человек пришел в общественное место, видится с девушкой. Зачем он туда пошел, 14-летняя девочка? Потому что он же говорил, что он не дозвонился, и не было контакта телефонного. Понятное дело, что человек подозревал, скорее всего, что, возможно, это не девушка пишет. И пошел себя таким образом самопозволил. Ну, давайте мы не будем обвинять за это уже человека в преступлении таком. То есть, пусть попозже будет таких создательных людей, которые, не дозвонившись человеку, пойдут и будут вставлять мозги, потому что вот такие люди будут нормальных людей обвинять в цели наживы. Неужели вы не видите? Да послушайте, для этого есть родители. Я полностью поддерживаю эту девушку. Что это не в характере этого человека. То есть вы тоже ничего страшного не видите в том, что Володя пошел на встречу с 14-летним подростком? Он в общественном месте, так что... Место на начале мы. Я как раз, к сожалению, не поддерживаю. Я вообще не понимаю, как можно... Что делал преподаватель института на секс-сайте у 14-летней девочки? Что он там делал? Прошу, Эдуард. А у вас, ребята, вот вы говорите, что ВКонтакте были в социальных сетях. Ну, да. Кто создал эту группу? Кто автор? Ну, вот организатор сидит. Вы создали эту группу, правильно? Да-да-да. Вы модератор. То есть вы отслеживаете, кто с кем переписывается, да? То есть... Создаете сами аккаунты, да, девочек. Мы половины переписок ведем сами. А? Мы почти все переписки ведем сами. Сами. Создаете аккаунты, фотографии. Ну да. Все вы сами организовываете. Вопрос, да? Ваши цели благие. Но вы не считаете ли, что это является провокацией для потенциальных педофилов? А вот если подсудить, в чем провокация? Ну, посмотрите. Он сам добавил, и он написал. Как бы мы никому не пишем. Как называется ваша группа? Знакомство в Донецке. Туда было направленное сообщение. Нет, это было секс. Просто, ребята, вы должны понять. Да, секс знакомство. А, ты-то знаешь, понимаешь. Я посмотрел. Вы что-то знаете. Тут написано, я не ищу парня для секса. Я ищу просто парня. Парня 16 лет, 17 лет, 15 лет. Это сидит 32-летний мужчина. Так. Какие могут быть вопросы? Он первый написал. Простите, можно я скажу? Он первый начал писать. Все. Так, давай, это Данила Моносова. Вот он пишет. Ты хорошо, Наташа. Я хочу сказать, что, ребята, нужно смотреть тогда и на ваши мотивы тоже. И в этом смысле вы тогда ничем не отличаетесь от самих педофилов. Потому что вас тоже, вы занимаетесь этим, потому что вас интересны. Мотивы какие, кстати, у них могут быть, Наташа? Какие? Прежде всего, неподдельный интерес к сексу. Второе. Вы точно так же ревнуете своих сверстниц более старшим мужчинам, которым они отдают внимание. Третье. Вы выражаете им ярость. Да. Устремляем конкурентов. Именно поэтому вам нравится заниматься. Плюс у вас группа, которая снимает с каждого из нас чувство ответственности. Мне как-то не по себе стало. Да, ну, это да. Мне не по себе стало. Потому что иначе тогда вы должны были бы действовать в рамках закона. Понимаете? И вести их в милицию, а не издеваться над ними и не манипулировать ими. Потому что вы их провоцируете. Слушайте, подождите. Вот, значит, ребят, Володя сказал, что вы ему предложили на выбор. Либо сейчас мы тебя снимаем и ты отвечаешь на наши вопросы, либо идем в милицию. Почему вы сразу не привлекаете милицию? Почему вы не вызываете милицию? Неоднократно пытались договориться с милицией. Ну, допустим, милиция не может разбираться по таким фактам. Переписка, встреча с девочкой. Это должно случиться постфактум. Почему? Как это нет? Это называется оперативная закупка. Уважаемые, есть специальный отдел по борьбе киберпреступности. Есть отдел, который защищает права детей, да? Несовершеннолетних. Не надо рассказывать. Вы официально обращались, как физлицо, юрлицо. Обращались? Нет. Нет. Вы не обращались. Не, они не работают. Ля-ля разговор. Не, я согласен, что они не хотят с вами работать. Но вопрос не в этом. Вы должны были включить правовой механизм. Вот как граждане Украины написали заявление в милицию. Мы вот занимаемся этим-то. Мы выявляем таких. Помогите вместе. Они прекрасны. Да слушайте меня. Вы должны были это сделать. Вы, которые сами утверждаются. Когда вы сделали правильно, с точки зрения закона, все ваши действия были бы правильные. И навстречу пришли бы с работниками милиции. И тогда бы я стоя аплодировал вам за вашу работу. А откуда у нас есть уверенность? У нас, допустим, 20 человек. Да послушайте меня. Будет легче прикрыть, допустим, нас, чем 20 человек. То, что вы делаете, еще раз повторю, да, побудительный мотив, да, моральность, выявление, наказать таких людей. Но вы переступаете черту определенно, и вы сами становитесь нарушителями закона. Наши следующие героини, которые выйдут сейчас в студию, тоже обратились за помощью к антипедофилам из организации «Белый волк». И сейчас мы узнаем, почему. Почему они пошли не в милицию, а к антипедофилам. Встречайте, пожалуйста, Александру и Кристину. Так, сколько вам лет? 15. 15. Я знаю, что вам тоже начали писать взрослые дяденьки и делать недвусмысленные предложения. Нам писал парень, ему 21 год. Саша, расскажи за Богдана. Можно, да? Можно я включу? Потому что я была около Саши. Саша, расскажи нам за историю с Богданом. Он мне начал писать в ВКонтакте, типа, давай познакомимся, ты симпатичная. Вот, ну я согласилась. Потом, как бы, он вел себя нормально, приличный парень. Ну мы с ним несколько, так, недель погуляли. А, то есть вы с ним встречались? Да. А потом он мне начал писать, типа, ты мне очень нравишься, я хочу заняться с тобой сексом. Я отказывалась. Время оттягивала постоянно. Когда мы гуляли, он приглашал меня домой. К себе? Да. Со временем он начал писать мне, узнав то, что я ее подруга. Так. Тоже предлагал мне пойти к нему домой. Сначала начал писать, вот, ты тоже красивая, давай с тобой займемся сексом и т.д. и т.п. У меня вопрос, девочки, к вам. Смотрите, вот вы ВКонтакте, да? Вы заходите на сайт, заходите, переписываетесь. Вот ваши родители, мама и папа, знают ли, куда вы, какие сайты заходите? Знаю. Вашу переписку, секундочку, вам 15 лет, да? Вы еще несовершеннолетние, так? Родители имеют право вас контролировать. Вот они знают, в каких сайтах, в каких группах вы находитесь. Что мама, папа, знают. Они заходят и смотрят, да? Моя мама даже была знакома с Богданом. Приветствуют? Ну, они не приветствуют. А вы могли сказать о том, что вам Богдан предлагает или нет? Так, она влюбилась в Богдана, они встречались два месяца, да? Сколько ты кажешь? Два месяца они встречались. Богдану 21. Богдану не написано, сколько роков. Богдан, каже, 21. Давайте сейчас посмотрим на того человека, который начал предлагать 15-летним девочкам заняться сексом и делиться с ними своими фантазиями. Внимание на экран. Ну, что ты ей писал? Переписку все читали. Писал это одно. Так, подожди, ты что, заднюю включаешь или что? Ну, что ты ей писал? Что ты ей конкретно писала? Ты что ей писал? Дядя, разводай его, дядя. 13 лет. Ну, заниматься, ну, там. Ну, говори на камеру, что сексом заниматься. 12-летней девочке ты пишешь, да? Это нормально ты чувствуешь? Я просто больше не буду таких заниматься. Ты первый раз, подожди. Ты первый раз такой общаешься. А потом и второе видео есть, когда уже он им писал. А неделю назад он писал 10-летней девочке, допустим. Это, получается, первое видео. Это мы первый раз его только поймали. Потом второй раз они нам написали. Они увидели у нас, ну, на паблике, там подписано у нас нормально людей. Они увидели у нас то, что мы его поймали. Они нам написали сами, мол, пишет он то-то-то. Так вы его не первый раз ловили, что ли? Да, это второй раз мы его поймали. И третий, он еще писал 10-летней девушке. 10-летней девочке? А что он ей писал? А, говорит, что мне нет полезен 7 лет. Да, мне нет полезен 7 лет. Там предлагал конкурс на адский от... Господи, так и писал? Там, да, там нормальная переписка такая. Значит, мы решили проверить, что это все-таки за парень. И начали переписываться с ним в его аккаунте. Галя, это же ты вела, да, эту переписку? Да, я вела. Ну, власное задание, якое было, я хотела в первую очередь Богдана запросить до нас в студию и выяснить. Тобто, была со стороны хлопцев провокация, ну, элементарное журналистское расследование. Тобто, добавить до Богдана, переписаться с Богданом так просто не можно. До него нужно добавить в друзья, чтобы написать ему поведомление. Я это сделала, на что мне приходит ответ. Ой, ты красивая девушка, бла-бла-бла, а ты откуда? Я пишу с Киевом. Ой, далеко. Я пишу, так я буду в Донецке. Прекрасно, займемся сексом. А вы какой возраст указали там, кстати, на этой странице? Ну, я изначально думала написать 16-15, но в связи с тем, что я журналист, думаю, будем проверять, пишу 18. И то, все заканчивается прекрасно, давай. И через 10 минут молодой человек сбрасывает мне свои фотографии, обнаженные низ. Ну, как бы все красиво. С голым членом прямо. Ну, конечно. Да. Повеселил весь офис, вы понимаете? Да. А как вы считаете, Володь, вот в отношении этого Богдана парни правильно поступили? Конечно. Да. Ну, можно сказать, да. Скажите, а вот с вашими друзьями... Хотя на него это ничего не повлияло. Скажите, пожалуйста, а с вашими друзьями, которые ввели непотребную переписку с 14-летней девочкой, как нужно было поступить? Ну, они по шее получили, конечно. Это вы им надавали, что ли? Они это делали из баловства. Это вы им надавали, что ли? Ну, естественно. Слушайте, ну, не знаю, как бы поступили с нашим главным героем другие антипедофилы. Попадись он им в руки. Встречайте, пожалуйста, активисты Херсонского и Николаевского отделения организации «Купай педофиля» и Константин Костерный и Александр Котолевский. Ребята, итак, вот что бы вы сделали с Владимиром, если бы он попал к вам в руки? Мы бы в корне сломали ему жизнь. То есть он недостаточно просто страдал в нашем понимании. Тебя бы просто посадили в клетку и смотрели бы на тебя, как на животное, которым ты, собственно, и являешься. Ни один здравомыслящий человек, взрослый мужчина, никогда в жизни не придет на встречу с 14-летней девушкой. С любыми намерениями. Это что? И вы имеете право меня сажать в клетку? Я имею право сажать тебя в клетку, потому что ты животное, которое надо отстреливать. Докажите сначала, а что я? Которое надо отстреливать. Тебя девушка твоя не поддерживает. Она тебя отсела, она тебе говорит, что ты урод морально. Она не хотела, чтобы ее показывали. Я отсела, потому что не хочу, чтобы меня показывали по телевизору. Рядом с ним. Что, собственно, еще раз... В принципе, в принципе. Если бы вы не хотели, чтобы вас показывали по телевизору, вы бы сюда не пришли. Нет, я пришла его поддержать. Не нужно, а вы мне... Слушайте, молодой человек, вы вообще хам нередный. Вот, молодой человек, а вот представьте себе, чуть-чуть спроектируйте снова-таки ситуацию на себя. Сейчас вы сидите с позиции такого себе суди-дреда, да, вот как сказал Эдуард. Но сейчас вот на секундочку замыслите себе, хотя бы на секундочку. Вы, принимая в очередной раз очередного педофила, как вы считаете, да, то есть, случайно ломаете ему руку, случайно ломаете ему ногу, либо человек сердечно больной, у него становится сердце, и причина-следственная связь с его смертью вы и ваши действия. Что в этот момент происходит? Стоп, в этот момент происходит, вот вся эта толпа кричит, ааа, ты убийца, ты скотина, ты убийца, ты животное. И десятка лет срока в тюрьме. Значит, смотрите, какая история. Вот, на самом деле, у меня идея замечательная, действительно, я, наверное, тоже соглашусь с нашими экспертами о том, что вы делаете правильное дело. Но я, меня смущает один факт. Вы с чего взяли, что эти люди действительно педофилы, и почему вы их приговариваете? Вопрос такой, вы бы пришли на встречу с 15-летним мальчиком? На встречу с 15-летним мальчиком, то есть, после определенной переписки? Где планшет, то есть, мне... Я вам просто покажу банальную вещь, которая ужаснула меня. Это было вчера в Киеве в гостинице, в 23.50. Это уже Владимир? Нет, нет, не Владимир, это был киевский товарищ, который... Мне просто интересно, то есть, какой невиновный человек такое бы писал. В 23.50 в киевской гостинице, когда я уже лежал, то есть, готовился к сыну, на анкету мальчика 15-летнего написал, некий товарищ с Киева. То есть, я сказал, что я сижу, я в квартире сам, и я приехал на соревнования, на что он предложил мне сексуальную связь, ну, то есть, на анкету. Я спросил, ну, не знаю, это больно. В ответ я услышал, сначала я тебя раздену, начну гладить, поставлю на колени и дам тебе полизать мой... Потом ты нагнешься, я медленно вставлю... одну... После этого... А, и одной рукой буду... Ты сам захочешь, чтобы я засунул в тебя полностью. Это написали 15-летнему мальчику, 35-летний мужчина. Понимаете, просто одно то, что вы ставите себя на место этого мальчика, для меня, как бы, закладывается мнение, что и вам это заставляет удовольствие. Да, да, на самом деле. Вы раскрыли мою сексуальную фантазию. И дело вот в чем. Этот товарищ в дальнейшей переписке сказал, можно я буду называть тебя Юленька? Я спросил, как мне стоит тогда называть его, он сказал, мой господин. Это 35-летний мужчина, написал 15-летнему мальчику. В дальнейшем на голову, на всю голову. Извините, я хочу сказать, что до тех пор, пока правовая машина здесь не работает, и нет действительно не четких границ, что такое сексуальное насилие, что такое словесное развращение, пока всей вот этой вот структуры нет, будет происходить следующее. То есть, во-первых, по сути, самосуд и провокация, в которой вы, пока вы не используете закон, на самом деле выглядите просто самоутверждающимися подростками, которые реализуют свои, не всегда скрытые свои желания. С другой стороны, нужно не забывать, что если мы сделаем так, что достаточно ребенку просто позвонить, и по его звонку заберут отца, отчима, например, представьте себе конфликты в семье. То есть, достаточно просто позвонить, и отчима раз, и забрали преподавателя в УЗИ, там, воспитателя в школе. То есть, до тех пор, пока, например, в этой же правовой машине не будут эксперты, которые способны распознать ложь, мы будем в этой дуально, в двоякой ситуации, понимаете? Конечно, ребята, из-за купа педофилей гораздо жестче, чем белые волки. Внимание на экран. Почему звонил ты? Я не звонил, мне сами позвонили на этот номер, а надо, моя подружка общалась сегодня ВКонтакте и дала номер телефона этого человека. А что ты так ласково с ним общался, а что? Не понял. Я не общался с ним. Честно сказать. Я правда, я клянусь. Я не вру, я действительно не общался. Тебильный день. Никто. Ребята, это ведь вы мочой болеваете? Мы скажем, что это желтая жидкость. Ну, это моча. Ну, давайте честно говорить. Это желтая жидкость. Ну, давайте говорить. Это желтая жидкость. Хорошо, даже пусть это желтая жидкость. А вот это вот фаллый имитатор. Это идеальный микрофон, я считаю, для такого человека. Ну, человек, опять же, то есть по привычке говорю. Что грозит педофилу? Это максимум, это максимум три года. Это потолок. Это все, что он получит. Это в лучшем случае. А вы хоть раз были под стражей, либо закрыты? Подождите, подождите. Вот вы говорите, всего лишь три года. А три года для человека, который обвинен в изнасиловании, либо развращении. И когда он три года будет жить под шконкой, под названием петух и так далее. Конечно, после обрития мочой, собственно говоря, для этого и производится это так. Поверьте мне, это просто уже будет уничтоженный человек. Это знаешь, как называется, законтачить человека, да? Да, да, да. Это было специально сделано для того, чтобы априори он пришел уже на зону, чтобы он не мог сказать своим товарищам, что... Уважаемый, по тюремным правилам вы должны это иметь право, чтобы законтачить человека, облетел мочой. А если не имеешь права, так тебя самого обольют. Итак, кого же ловят наши сегодняшние гости? Внимание на экран. Я хочу сказать, ребята, что унижение – это всегда для того, чтобы самому возвыситься. Если вы хотите самоутвердиться и как на фоне других, которые поступают хуже, чем вы, почувствовать себя лучше, это одна история. Если вы хотите реально наказать, потому что, конечно, я, вот вы меня спросите, да, я за то, чтобы педофилов отлавливали, наказывали и ограничивали их свободу. Но то, что вы делаете, вы просто самоутверждаетесь над ними, понимаете? АПЛОДИСМЕНТЫ А вы допускали того, что помощник депутата ввез девочку для депутата? Это было бы еще круче на самом деле. Что депутат переписывался, а он исполнитель воли. А вы его заторбили там, облили мочой. За что? Действительно. Не, 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 вот как что? Да, да, его дал команду депутат, привези ко мне девочку. И что дальше? Судя из вашей позиции. А кто вы такие, чтобы из-за виновного человека обливать мочой? Все так недовольны методами. Что? Вопрос, ответы есть? Все так недовольны методами нашей борьбы. Хорошо, мне очень будет интересно, когда молодежный антинаркотический спецназ, когда покупает педофиля и белый волк, перестанут свое существование. Ребята, я вас казнил бы за это. Всех. Хоть вы благородную цель добиваетесь. Так это же не по закону. Еще раз говорю вам. Это же не по закону. А вы по закону поступаете. Но вы не по закону. Взял доволен, а по щеке бьешь его. Да, это по совести. Что, крутой парень? Это по совести. Да нет. Это по совести. Докажи сначала. Вот ты докажи сначала. Значит, нам удалось разыскать того парня, с которым так не церемонились. И он нам рассказал еще кое-что. Внимание на экран. Я ему говорю, ну вот, есть такая ситуация, предложение. Вот есть две знакомые девушки. Очень хотят вот вчетвером попробовать, чтобы вот два мальчика, две девочки, чтобы вчетвером, вот чтобы было. Если ты вот не против, то давай, вот есть вот такое предложение. Он говорит, да, хорошо, ну вот понимаешь, мне вот 15 лет. Я ему предложил, да, секс вот вчетвером. Все-таки не 12 лет, все-таки уже возраст какой-то есть. То есть 12 лет его еще, конечно, слава богу. Насколько я знаю, педофилия, это младше 14, а ему было 15, поэтому это не совсем педофилия. Я не знаю, как это называется, но наверняка как-то по-другому. Я просто подумал, вот, почему бы не попробовать один раз, вот, для интереса, для разнообразия, вот, никогда такого не было, вот, почему бы. Просто я как-то это не видел, вот в этом ничего плохого. Значит, обратите внимание, как легко и совершенно не раскаиваясь этот человек откровенно нам говорит о том, что он искал мальчиков и девочек для того, чтобы ургию с ними организовать. И 15 лет человек посчитал, что это нормально. Прошу вас. Очень хочу сказать всем, кто здесь нападает на ребят. Вот послушайте, ребят, на самом деле ситуация-то вопиющая. Мы здесь и сейчас сидим, разговариваем, обвиняем их в том, что они вот делают неправомерные действия. Я согласна с вами абсолютно. Но, боже мой, друзья мои, какой ужас. Вот, вы видели там ужас в глазах родителей, чьи дети пострадали от рук таких людей. И когда родители в истерике и в горе спрашивают Бога, Господи, а почему не было человека, который бы помешал это сделать, этому гаду? Так вот они, мешают нормально. Послушайте, я скажу. Я с вами согласна, объяснят, потому что существует неожиданное нападение. Но чаще всего такая ситуация может происходить только в тех семьях, где между родителями и детьми нет контакта. Когда ребенок предоставлен сам себе, а предоставлен чему? С сетям, где совершенно спокойно он может заниматься сексом лингвистически, то есть словесно, понимаете? Получать информацию, ту, которую он должен был получить от родителей. Если этого нет, если у ребенка заниженная самооценка, если его не любят, если в семье нет доверительных отношений, тогда риск этого ребенка попасть под собственным любопытством, под воздействием своего возраста, когда с 12-13 лет интерес к сексу возрастает многократно, начинают искать эту информацию. Конечно, они будут попадать. Значит, против николаевских активистов «Окупай педофиляй» уже ополчились не только их жертвы, но и местные правозащитники. Встречайте, пожалуйста, в нашей студии Елену Кабашную и Веру Ярошенко. Так вы считаете, что они все-таки неправильно действуют? Во-первых, история «Окупай педофиляй», сама история, куда она уходит корнями. Естественно, это продукт Российской Федерации. Сегодня они воюют против так называемых подозреваемых педофилов. Завтра, как в Москве, «Окупай педофиляй» убивают стариков. Там были уже такие случаи, потому что им не нравятся старики. Послезавтра это будут наркоманы, что меня очень, кстати, напугало. Какое ты имеешь право вообще как-то влиять на эти процессы? Для этого есть специальные органы, милиция и так далее, суды. Это невозможно так поступать. Дальше им не понравятся оппозиционные депутаты, как это было в России. Правильно? С нормальным. А давайте не будем перекручивать. Вот, что же перекручиваете? Они занимаются конкретно борьбой с педофилами. И дополняют. Сферу увеличиваю их. Вы сами увеличиваете нашу сферу, мы не убиваем стариков. А при чем здесь старики, при чем здесь оппозиционеры? Слушайте, ну вы не согласны с Ломоносовой, которая говорит, что на самом деле они самоутверждаются, а унижают других. Ну а при чем здесь депутаты? При чем здесь оппозиционеры? При чем здесь старики? Ну при чем здесь вообще депутаты, да. Я говорю о том, о опыте России, которая очень быстро растирается. А Россия тут причем? Это русское влияние. Давайте возьмем опыт Запада, откуда это все пришло, уважаемо. Россия к ним не имеет никакого отношения. Русские действуют по совершенно другим принципам. У них от русских только название. Я хотел бы сейчас услышать ваше мнение по поводу истории Владимира. Он в этой истории пострадавший или праведно наказанный? То, что он вышел и смело доказывает, это на его стороне 99%. Правда? Правда. Лена, вы верите Владимиру? Подождите, Лен, вы верите Владимиру? Да, я на месте Владимира подала в суд и в принципе разобралась с ними именно в суде. А вы на Оксану Маму и Оксану Макар тоже в суд подавали? Маму, у которого ребенка убили. Ну так, между прочим, если вы забыли. Костя, я не забыла. Вы постоянно боюете за каких-то моральных ублюдков и придурков, которые убивают людей, которые насилуют детей. И вы воюете против тех людей, которые стараются хоть как-то защитить это общество от этого разложения. От этой раковой опухоли, которая есть и пускает метастазы, между прочим. Если вы это забываете, то мы вам напомним, что кроме закона есть еще и моральные качества. И есть у нас... Близкими родственниками, близкими окружению к ребенку людьми, которым ребенок уже доверяет. Потому что такому человеку еще нужно создать доверие с ребенком и вывести его на контакт. Все остальное. И я считаю, что здесь необходимо включать не только правовую систему, но и сексуальное воспитание, которое отсутствует. Потому что сейчас совсем другие границы. Большинство как раз вот таких случаев сексуального насилия выпадают на долю детей с 5 до 8 лет, которые не знают, как называются половые органы. Поэтому им можно рассказать какую-то удивительную сказку про прекрасное приключение, которое происходит только с самыми лучшими детьми. И это будет наш с тобой секрет. Вы должны сказать своему ребенку, что не может быть никаких секретов между тобой и мамой и папой. И если кто-нибудь тебе говорит, что это будет наш с тобой секрет, это плохой человек, ты должен прийти и мне рассказать. Второе. Они должны знать, что верить нужно маме, папе и бабушке. Ко всем остальным нужно относиться критически, оценивать, что они делают и как, и в рамках ли это закона. Нужно объяснить, как называются половые органы, для чего они нужны, что их нужно держать в чистоте, что секс только для взрослых людей. Для детей секс запрещен законом. Если вы таким образом будете готовить своего ребенка, вы изнутри его защитите от сексуального насилия. Это говорит Украина. Спасибо, что вы с нами. Пока. Спасибо огромное всем.